Надо подумать о следующем. Практически нас, мировое сообщество, оставило в свое время один на один с мировым терроризмом. Почему? Когда только началась террористическая операция на Донбассе, Украина уже тогда понимала, что она с ней справиться не может. Если бы мировое сообщество не вызнало ЛНР и ДНР, вызнало террористическими организациями, тогда против этих двух террористических угропований объединился бы весь мир. Когда Аль-Каида взорвала два дома в Америке, против Аль-Каиды весь мир объединился. Англия, Франция, Германия. Господин Писон, вы так говорите, как будто вы не бывший регионал и сами не являетесь причиной того, с чем мы сегодня будем. Можно я, извиняюсь, можно я закончу? Мужчины, можно я закончу? Это у нас, пожалуй, какая-то такая вот... Молодой человек, я никогда не был в партии регионов. Я был во фракции, потому что был в оппозиции Кьющенко. А не потому, что я разделял политические угры. Это первое. Второе. Дайте я закончу. Так вот, если бы мы сегодня были в НАТО, в Европейском Союзе, то против чего всегда выступала в партии регионов... Так вот, я и говорю, если бы мировое сообщество вовремя поняло, что происходит на территории Донецко-Луганской области... А кто мы для мира? Кто? Мы член Евросоюза, мы член НАТО. Мы никто. Слушайте, а что? С Аль-Каидой боролись только члены НАТО? А что? Подождите, подождите, секундочку, секундочку. Когда мы апеллируем к миру, мы должны быть кем-то, кем-то мы. Подождите, у нас что, Аль-Каида была в Донецкой области, в Луганской области? Нет, у нас была террористическая операция. Анти-террористическая операция. Ну давайте, Донбассе, регулярная российская армия. Вот. Дело в том... Мы не воюем с ДНР, не с АЛАН. Мы не с террористами. Александр Михайлович, мы воюем с регулярными войсками Российской Федерации. А вот потом, когда уже террористы стали проигрывать, вот тогда пошла регулярная луга. Подождите, подождите. Но что этого техника? А террористы не получили технику. А где террористы взяли технику? А где террористы взяли танки? А где не на поле? Наверное, отступили.